Привет всем любителям пошаговых стратегий, особенно Жевжикам, которые подписаны на канал Лёша Играет и ставят лайки моим видео, колокольчик, чтобы им приходили уведомления. Я продолжаю на уровне сложности божество за Рим проходить Seedmare Civilization 6 на новой карте Средиземноморья. Тут 16 цивилизаций, 14, по-моему, городов-государственных, 13 стоит. В общем, если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, посмотрите, каким бакаром я в нормальный век вышел. Ну а спонсоры канала традиционно все серии видят сразу во вкладке сообщества. Итак, давайте религию основывать Конфуцием, кстати. У нас Конфуцией будет религию основывать, правда, следующим ходом уже. Да, конечно, ошибся я, взяв на один ход раньше. Так, вот и Везувий. Везувий я первым нашел. Блин, все-таки на побережье, видите? Я думал, что я смогу на побережье, наоборот, город поставить. Что Везувий делает? Дает соседним клеткам плюс одно к производству, а извержение значительно обогащает. Ну вот это вот, видите, за счет извержения. Так мне, наверное, где-то тут надо будет город поставить тогда. Да, тогда и тут влезет. Кстати, реально. Сюда будем ставить город. Ну и пошли, наверное, другие цивилизации уже искать. Выключу свою рожу. Пожалуй. Тут возьмем монументальность. Или подождите. Нет, давайте исход евангелистов. Пообращаю в мою религию города. Это реально даст нам кучу очков. Так, тут ставим. Это у нас будет Турин. Тоже, конечно, Турин не здесь находится, сами понимаете. Но приблизительно, то есть, Турин где-то вот тут должен быть. Так, что у нас тут стоит? А, надо еще принять, между прочим, новый курс. Так, то у нас вождество. Ну, наверное, античную республику. Ну, хотя у меня там, блин, или попробовать автократию и построить. Ну, войны у нас ни с кем нету. Я вот просто думаю, может взять автократию и попробовать такие храм Артемиды. Я, правда, его даже еще не открыл с другой стороны. Вообще, мне бы еще прачников построить сначала, прежде чем открывать храм Артемиды. Блин. Ну, вообще, он тут очень неплохо в Риме встанет, да? Тем более, что повырубать могу вот эти леса. С другой стороны, я его начну строить. Ну, хорошо, зачем вот мне античная республика? У меня всего один город с районом пока что. И тем более, что 15% очков великих людей только на пророка будет, который у меня уже есть. Так что я бы, наверное, автократию брал. И, наверное, вот это оставлю, чтобы быстрее еще прачников построить. А туда, наверное, все-таки производство или на строителей. И там строителя строить. Нет, давайте производство. Потому что это и на поселенца повлияет, на поселенцев. Так. Здесь пошли исследовать тут территорию. Я тут хотел... На что нам еще деньги нужны? Мне кажется, можно выкупить эти клетки. Потому что это... У нас нехватка счастья сейчас. И я открыл навигацию по звездам. Еда, производство. Довольствие. Но это благодаря религии моей. Турин. Еда, производство. Что я... Священное место мне дает... Не религия, если пантеон. Или, подожди... Да, пантеон мне дает... Два довольства и два жилья в городах, где священное место находится рядом с рекой. У меня, подожди, как получается, что все тут тоже будут рядом с рекой. И здесь даже есть река. Кайф. Так, в Турине начнем такие со строителя. Все равно то, что я не поставил карточку на строителей. Еще такой мощный ход у нас тут первый получается. И дальше... Ну, нет, не мистицизм. Давайте пока игры и развлечения. Сейчас религию будем основывать. Посмотрим, что там осталось. Так. Есть рошение. Через два хода сама добавится. Давайте мы, наверное, подождем. Потому что мне еще нужна будет... Нужно будет вот эту клетку выкупать, чтобы вырубить пшеницу под священное место. Итак. Это собственная религия, да, сизм, зороастризм. Ну, не знаю. Что тут больше похоже на... Древнеримскую... Знаете, вот такое. И назовем... Буратино... Телекомандато. Не уверен в правильности написания, но я думаю, что те, кто знает итальянский, поймут. Так. Трудовая дисциплина интересна. У меня там не прям высокое соседство, но по плюс три будет. И с соседством к священному месту это шесть производства, да? Медитация дзен тоже интересна. Покупать здание в кампусах. Вообще все такое приятное осталось. А, ну, все-таки хочется трудовую дисциплину. И гурдвары, к сожалению, забрали. Но это здание на еду было. Уже забрали. Так, что еще осталось? Вот если не здание брать. Межкультурный диалог. Интересно. Ну, или всемирная церковь тоже. Священные места. За каждой из религий, в котором построено чудо света. Ну, это сложновато. Так, тут дает веру, культуру, либо науку и деньги. Две единицы за каждый город, исповедующий религию. Влияет сильнее. Защитник веры и крестовый поход не хочу на этой карте. Может, Святой Орден взять? Ну, то есть я бы сейчас пораспространял. Ну, то есть это-то все равно еще останется, я думаю. Давайте Святой Орден. Чтобы сразу распространять. Теологию ускорили. Еще священное место надо построить. Прежде чем распространять. Да, видите, в радиусе одной клетки извергается везувь. Так что сюда будет норм город поставить. Не, ну я тут очевидно выйду точно в Золотой Век. Жалко, что в предыдущий я не вышел в темный. Пойду там Венгрию искать. Блин, ну тут как-то поселенец мне не в тему пока. Блин, нафига я стрельбу из лука открыл? Ой, Леша, Леша. Ну вот, я думаю, светилища и покупать миссионеров. Или сначала все-таки лучников. Вообще, еще и гавань можно было бы построить. Так, четыре. Так, пять. Я, понимаете, боюсь тут идти, потому что везувь может извергнуться и убить поселенца. Так что пока сюда пойду. Тоже пока постою. Блин, ну тут... Фак, видите, если я тут поставлю, то тут город на реке не вместится. Каменную кладку. Чтобы стену... Еще, конечно, Корсику с Сардинией надо заселять. Да. Тут гавань бы еще построить. О, первый встреченный венграм, когда я думал, я Францию раньше встречу. Так, а как мы его встретили? Наверное, он... Засоюзил какой-нибудь город-государство? А, не, мы его тут внизу... Да, он, наверное, Болонию засоюзил, получается. Нет. То есть он тут приплыл, что ли? Не понимаю, как мы тут встретились внизу. Средиземное море, Ионическое море. Разве это Ионическое море? Блин, ну тут жалко из-за этих... Ну, мне реально Болонию просто будет надо сносить, чтобы ее не было. И тогда у меня влезет город. Получается... А, три... Решу и Венецию сносить. Ладно, эти мы идем сюда. Дальше письменность откроем. Ападаны кто-то построил. Так, в Милане. Давайте выкупать клетку и ставить священное место. Я не могу собрать... А, могу. Фу-то. Испугался. Что зря выкупил. Просто это и жилье, и счастье сразу. Благодаря моему пантеону. Нормально. Все растет. Там ведем. Конечно, что-то у Болонии уже дофига дуболомов. И она так еще неудобно расположена-то. Я объявлю войну, она на Милан попрется. Плюс один к жилью во всех городах с двумя и более специализированными районами. Блин, может пока поселенцев убрать? Плюс 50%. Может я лучше уже в золотом веке за веру? Ну вот как вы тут ходите? Я вот это не понимаю. Вот это вот движение юнитов компьютерных. Это просто, ну... Какой-то прикол постоянный. Почему Болония постоянно так ходит, чтобы мне мешаться? Мне, наверное, придется, как только тут освободиться, сначала тут город поставить. Чтобы я мог дальше спокойно пройти. Ну тут альпы, конечно, серьезные. Морских юнитов тоже, конечно, имело бы смысл. Два района у меня нигде нету пока. Строительство чудес. А давайте, наверное, попробуем уже. Так. Четыре хода. Ну мне надо вот тут вырубить, конечно же. Плюс, наверное, строителя после лучника. Не вырубить, если выкупить. Четыре хода хром Артемиды. Это будет зашибись. Пока никуда не отправляю, пожалуй. Просто Болонию и Венецию я хочу захватывать. Бронительную тактику можно открыть, потому что вряд ли кто-то мне тут в ближайшее время будет войну объявлять. Железный рудник. Тоже не скоро, кстати. Ладно, давайте пока верховую езду. Давайте вы уйдете с этой клетки, наконец. О боже, два дебила там. Опасная торнадо. И что, меня убило... Фу, у меня поселенец не там. Так хочется Болонии уже войну объявить, чтобы лучников на них качать. На ней. Но у меня поселенцы. Тогда беззащитные. О, это у нас Греция уже так близко. Между прочим. Это уже Греция. Ну, то есть Спарта. Так, строитель. Строитель. Ну, да, как раз два хода строителя. Я как раз накоплю денег, чтобы эту клетку 55 монет. Зашибись. И начнем Артемиду. Там Артемида... Блин, неудобно. Конечно, надо возвращаться. Надо, конечно, еще и этих сделать. Флот. Нет, только не Артемиду, пожалуйста. Оракул. Игра мне предлагает тут ставить. Типа, я ставлю тут, а потом тут. Хм. Ну, понятно, что я не здесь буду ставить, а на побережье, скорее всего. Ну, кстати, как вариант. Это же тоже будет. Ну, я, правда, не получу очки типа рядом с Везувием, но зато подальше я все равно эти клетки смогу взять. Слушайте, может реально так поставить? То есть, я ставлю на скот. И потом... Блин, вообще, надо еще подумать здесь. Вообще, если на реке, то тут, конечно, желательно. Два, три, ну тогда это клетка? Блин. Непонятненько все-таки. Блин, что там Милан задело? Два населения минус, кайф. Ой, блин, эти ураганы. А вот и Дидона. Я ее раньше ждал. Я думал, что она раньше прибудет, чем я, например, венгров встречу. Вообще, я хотел вообще Грека увидеть. Пошел сюда. Еще две клетки повредил. Не, ну мрамор... Вот тут два мрамора было обработано. Да, был камень точно обработан. И рис точно обработан. Блин. Так. Значит, выкупаем. Рам Артемиды тут ставим. Рабочий идет клеточки вырубать. Нет, тут зашибись. Работает от плантации в четырех клетках этих лагерей и пастбищ. То есть у нас получится раз, два, три, четыре, пять, как минимум. Там нормальный храм Артемиды. Ну, я бы открыл, на всякий случай, легион без обработки железа уже. Просто на тот случай, если... Надо будет уже делать этого. Блин, игра тут... Вы знаете, тут просто хорошее место, реально. То есть лучше, чем на побережье. И у нас хватит... Ну, давай. Перикл. Подождите, я же Горга ставил. В общем, тут реально Спарта. Или я Перикла таки поставил, а не Горга. Блин. Надо было Горга ставить. Ну, ладно. Интересно, у нее нет войны с Александром. Я думаю, вот это война с Александром, скорее всего. Блин, может уже объявить войну. Блин, а тут три. Может мне лучше тут поставить? Ну, потому что два леса. Да, тут, кстати, лес не надо вырубать. Вот тут только надо вырубать. Потому что этот лес влияет на священное место. Да. А, блин, мне что на реке надо. Да, тут... Все-таки туда надо ставить. Так, священное место. Тут после храма Артемиды святилище сразу. Надеюсь, Артемиду все-таки не угонят у меня. Ну, святилище мы построим. Сразу появится жилье, появится. Так. Сейчас мы перебросим вот в этот город. Все-таки я решил не на побережье ставить Медиалан. Ну, давайте мы его Неаполь назовем, потому что, конечно, Неаполь на другом побережье. Но рядом с Везувием-то реально Неаполь. И, в общем-то, туда перебросим караванчик. Ну, чтобы сразу его поднять. Может, объявить войну уже? Болонии. Ну, я вот не уверен, что я хочу здесь город все-таки ставить. Я бы лучше сюда какой-нибудь повел. Вот тут должно быть место еще, ну, как бы, на сапожке. Я бы реально лучше туда повел. Наверное, надо объявлять войну в Болонии и потихоньку отщелкивать юниты. Конечно, потеряю науку, но там немного. Так, в Неаполе со строителя начну. Ну, надеюсь, сейчас Артемиду никто не построит. А я построю. Не, ну, правопрохода мне точно не надо. А, в принципе, лошадей мы можем ему продать. Нормально, вот так. Е-е-е-е. Храм Артемида вообще тут зашибись будет. Так, обороноспособность к оборонительным зданиям. Вот это можно поставить и построить, кстати. Стены. Акведук ускорится. Так. Чудеса нам тоже теперь не нужны. Слушайте, а может вообще тогда сменим правительство на античную республику? Или может на олигархию, чтобы покачать? Опять же, у нас нету еще районов. Давайте на олигархию. Мы сейчас по всем этим пройдемся, по всем этой эпохе. Тут, наверное, знаете что, поставим оборонительных зданий и морских юнитов. Вот так, плюс сто. Тут плюс два влияния, пожалуй. Не может создать... Давайте создание... Нет, ладно, производство оставлю. Блин, Женева, 7 и 3. Может в Женеву уже... Не, давайте все-таки, чтобы быстрее город рос. Рос. Так, тут стоим в обороне. Покупать ли клетку камень обрабатывать? Пингалу улучшим. Тут не вырубаем лес, как я и говорил. Или лучше пойти вот эту рыбу обработать? Да, наверное, рыба получше, потому что Рим растет, как на дрожжах. Сейчас 8 довольств благодаря храму Артемиду. 8! 8 просто довольства. Вау. Так, рудник для добычи ресурсов. Кроме железа, мне рудник реально больше негде строить. Так что, я думаю, вполне можем колесо открывать. Вряд ли я это скоро ускорю. Драма и поэзия ускорили. Просто убились об меня все. Ой-ой-ой, так тут больно сейчас будет. Плюс 4 к боевой мощи. Да, зашибись. Это я правильно взял. Так, Милан теперь может расти. Ведь и появилось жилье и довольство. Правда, еды маловато в городе. Ну, надо рис обработать, конечно же. Так, тут обходим аккуратненько. То, что балу не стрелять, может в Риме сначала стены, потом галеры. Вторую галеру пока ставить не буду в очередь. Хотя, наверное, все-таки это в Риме придется делать. Светилище тут построено. Можно нанимать миссионера. Наверное, давайте сразу двух. Чтобы распространить. А, кстати, подождите. Не, работает. Я вспомнил, что тут пока нету производства, но счастье и жилье священное место дает, потому что это пантеон, а не религия. Ну, вот тут какой-то город еще надо ставить, поэтому я сюда и веду. Надеюсь, все-таки Везувий не извергнется. Так, священное место готово. Есть кампус на плюс два. Амбар. Тут бы, конечно, посмотреть, что вот тут. Тут очевидно, что вот тут кампус. Ну, может быть и горы быть. Вот здесь все-таки Альпы. Я бы, наверное, амбар поставил. Раз тут жилье есть, а еды как раз немного. Шоу, тут лучше амбар делать. Так, стены. Может пока драму и поэзию отложить. Давайте военную подготовку. Три хода. С другой стороны, я и мистицизм за один ход могу открыть. А что у нас с престижем? Вообще у нас тут престижа должно быть нормально, в связи с тем, что горы есть. Да. Вообще завались престижа. То есть нам бы, конечно, заповедники... Можно подумать о том, что где-то заповедник построить. Так, венгер хочет. Лошадей. Давайте, четыре входа за четырнадцать лошадей. Нормально. Мне-то пока лошади не нужны. Не реинвентай швей. Тут мрамор. Тут пробираемся на нашу территорию, чтобы лечиться. Ну, судя по сорок три, у них уже мечники появились у Болонии. Так, все. Везувий уже не убьет. Ну, тут где-то надо будет сейчас город ставить. Сейчас я... Ну, в общем, я сюда пойду в любом случае. Тут надо просто еще прачником открыть территорию. Так, тут надо аккуратно миссионерам, чтобы его не убило. А этим миссионерам вниз пойду. Тут, по-моему, уже не должно быть дуболомов, да? Болон... Болоньских... Болоньезских... Болонезийцев. Инженерное дело как раз мы сейчас стенами ускорим. Было бы, конечно, круто Венецию засоюзить, чтобы она тоже на Болонь ее пошла. А, ну, походу, две галеры сразу надо. Че откладывать. Так. Здесь рыбку. Забираем. Рим будет сейчас как на дрожжах расти. Я бы вот здесь поставил, собственно, где у меня прачник становится. Хотя сюда еще город, по идее, тоже должен будет влезть. Игра предлагает здесь ставить. Давайте пока мы сюда... Я сейчас еще тут прачником вниз сбегаю, гляну. Два очка за это получаем. Так, все, она будет на холм становиться. Тут мы миссионером пробегаем мимо. Сюда апгрейдимся. Тут лечимся. Один заряд. Ну, я бы, наверное, рис обработал. Скорее чем камень, потому что тут именно еды не хватает мне больше, а не производства. Тем более сейчас производство я обращу в Буратино телекомандата, и будет еще плюс три производства. Кстати, в связи с этим, пойдемте-ка в теологию. Или подождите, еще рановато. Нет, рановато. В общем, военную подготовку откроем. Хотя, слушайте, это один ход. Нет, давайте в теологию. То есть, мистицизм открою, чтобы заповедники были, драму и поэзию. Теология, потому что тут соседство для священного места, а это плюс к производству. Че откладывать? Сейчас получу очки еще за... О, а вот и Франция, наконец-то. С Дидоной прям такие хорошие отношения. Ну-ка глянем. Дидона с кем-нибудь воюют? Нет, совсем хорошие. А там у них тесненько должно быть, вообще-то. В Болоне я такой кампус на плюс один поставила. Замечательный. В кавычках, конечно. Не знаю, не хочу я с Дидоной дружить пока. Ну, тут пойдем. Давайте глянем вообще, что тут. Ну вот Сарди... А, слушайте, так это не Сардиния. Подождите, это кор... Это Сицилия. Че я... Это Сицилия? Вот Сардиния. Это мне все, хотя, заселять надо. Ну, я буду... Может, действительно лучше на оливки поставить? Ну, чтоб тут еще место было. Я... Вот тут я... Тут я не хочу город ставить еще один. Хотя, опять же, тоже будет место. Если я тут поставлю, то сюда влезет или сюда. Ну, ладно, короче, хочу на оливки поставить. Инженерное дело. Так, тут... Уберем... Оборонительное здание. Наверное, содержание юнитов уже пора ставить. Да. Я думаю, что, наверное, это оставить плюс два к влиянию. Сейчас Венецию засоюзить. С двумя и более все еще не работает. Чудеса я не строю. Да. А, пять уже требует. А, ну у меня как раз пять есть. С другой стороны, конечно, жалко отправить, потому что я Венецию тоже планирую потом. Хотя, может, как раз Венецию и не буду трогать в итоге. Ладно, а какая у нее способность ваша торговая путь и к иностранным городам плюс одно за каждый редкий ресурс? Ну, вообще, это круто. Так, с Рицукуней армии на Болонию нападать. У Болонии всего лишь один мечник, по-хорошему. Так, с Рицукуней армии на Болонию нападать. Я сейчас, наверное, гавань буду время строить. Так, тут опять же у нас уже создание морских нафиг надо. Кавалерии антикавалерийских юнитов, кавалерии. Ну, давайте пока кавалерии посмотрим, правда, нигде их не буду строить пока. Так, вон прется Венеция Болонию атаковать. Отлично. Начнем, наверное, с вина. Потому что у нас вино уже есть, я хочу с кем-нибудь поторговать, а не с кем. А, соль. У нас эти мраморы уже есть. Что можно уже предлагать. Кайф. Ну, тем не менее, все равно... Ну, нам надо вот эти... Ммм, вообще вон эти клетки. Ладно, давайте тогда начнем с оленей. Просто город вино не обрабатывает пока. А потом и кампус поставим. Так, тут, значит, обращаем. Блин, не обратился сразу. Хочу глянуть. Все, уже все религии основаны. И все они известны. А, иудаизм финики. Кстати, тоже историчненькая. Все правильно. Как раз в том месте. И надо его делать. Просто нету Изра... Будем считать, что финикия в этой партии у нас Израиль. Ну, сейчас, по идее, пойдет моего лучника атаковать. Как раз добьем его там. Нету железа. Тогда пока стоим. Есть амбар. Рост. Так. Ну, здесь либо центр коммерции уже надо ставить, либо кампус. Центр... Вот тут, я думаю, что где-то здесь нужен... Нужна правительственная площадь. Ну, блин, кампус где-то туда. Я все-таки хочу увидеть. Вдруг там... Это мне можно вот одну клетку выкупить, вот эту. Ну, нет. Я думаю, что здесь тоже горы, так что можно не... Просто быть уверенным, что можно туда не спешить. Ладно, тогда пока рабочего. В Неаполе. Тут, во-первых, священное место. Вот тут жалко, что священное место... То есть я не могу на Везувие поставить... Ну, мне надо на реках ставить священные места, понимаете, да? Хотя тут, конечно, он плюс четыре будет. Священное место. Но, с другой стороны, клетки Везувия не стоит занимать. Блин. Наверное, все-таки сюда стоит ставить. Клетка с лесом. Тут просто клеток с лесом дофига. Я понимаю, что всего лишь плюс один будет, но он дает и жилье, и счастье при этом. Так что тут не в плюс один дело. Судостроение, конечно же. Чтобы можно было плавать, я мог уже поселенцев перевозить. Ну вот первая ГУГ-шка только на 46-м ходу убили. Так, тут, конечно же, меняем. Соседство священного места. Ставим. Шесть производства плюс. Интересно, вот если я подойду своим лучником, он будет... Болония меня будет атаковать? Или все-таки юниты Венеции? Так, в Милане появилось тоже производство. Зашибись. Нет, тут пока стоим. Не подхожу этим лучником, потому... Этот хотя бы на холме и лесе, то есть это будет плюс к обороне. И здесь, к тому же... Не, ну тут Болония все равно сможет обстреливать, по-моему. Если за то, что тут холм... По-моему, все равно будет обстреливать. А тут просто на лугу, то есть он и обстреляет, и мечником... Хотя тут зона контроля этого мечника. Но не хочется, знаете ли. Так, а какие у нас тут города в Италии? В общем, я глянул, тут у нас Калабрия и... Ну, известных городов нету. Вот в этом месте примерно расположен город Казенца. Вот так и назову. Ну, конечно, это малоизвестный город для всех. И, кстати, я еще ошибся. Тут Рим... Я в первой серии вспомнил, что я говорил... Типа, тут Остия должна быть, а Рим тут ближе. Э, Брундизия, я говорил. На самом деле, Остия. Брундизия, это вот тут знаменитый порт. На этом вот... На шпильке. Пойдем, может, в Спарту теперь религию разносить. Так, пока никуда. Пока Венеция наш союзник. Будем копить послов на тот случай, если Венгар перекупит. Тут, кстати, с амбара можно начать, потому что... Потому что нету пресной воды. Теологию открыли, исторические хроники. Это, наверное, военную подготовку пока. Тут у нас просто как раз плюс 30% к созданию военных лагерей. А это на гавани работает. Так что я поставлю эту карточку вместо кавалерии, чтобы гавани быстрее строить. Ну и мы уже, как видите, в золотом веке. А до конца и по... Ну вот как раз Венгар перекупил, блин. Нет, мой народ будет жить там, где захочет, блин. Офигеть, это... Грек вот на эту территорию претендует? Нормально вообще? Это не только планк между сейлором и эстерницией. Так, тут, значит, плюс 30% для гаваней. Тут Турин обращаем. Ой, тут будет тоже немножко... Ну, тут будет всего 4 производства плюс, но это тоже неплохое. Почему вот город эту клетку хочет, а не камень? Потому что второй радиус, а это третий. Не буду пока подъявить. И тут он обстреливает на холме Элисии, и я довольно мало получаю урона. Ух ты, а что это тут? Валет-то? Ну а наш... Ага, вот тут оно, да. Тут высадились юниты. Ну и тут у меня палермо надо будет поставить, конечно же. Так, пошли. К греку поплыли, точнее. Может даже не сразу обращать, а посмотреть, что там. Так, ускорим машиностроение. Ну, поразведывать территорию миссионерам я веду. Те религиозные юниты не требуют открытых границ. А у грека религии нет, он не будет меня убивать их. То есть религия ближайшая только у Финикии. Шесть городов католиций, я думаю, это Польша. Индуизм не знаю, православие, кстати, тоже не знаю. Восемь городов. Водяную мельницу построить. Давайте пока ученичество начнем открывать потихоньку. Войную подготовку поставил. Ну, в госслужбу пошли. О, слушайте, с Францией. Я бы с Францией засоюзился. Вон ее города. Надо бы как-то сходить открыть. Давайте как минимум дружбу объявим. Честно, с кем она воюет? Либо с Испанией, либо с Великобританией. Я, наверное, все-таки на Великобританию поставлю. Так, тут опять же бережем послов. А вот и Испания, сейчас узнаем. Так, ну тут у нас, как ни странно, Финикия ломит по науке. Удивительно, на самом деле. Я думал, у нее там мало места будет. Так, глянем Испанию. Вот уверен, что Испания с Португалией в войне. Ну и, как видите, Франция не в войне с Испанией. Так что, я думаю, это Великобритания? А, вот кто у нас? Католик, скорее всего, даже. Да, это испанец-католик, а не Польша. Блин, если он сейчас тут будет обращать мои города, мне это не понравится. Ну, потому что я производство все-таки имею. Так, гавань. Ладно, я решился подойти, потому что, по идее, этот мечник не сможет выйти из-за зоны... То есть, он может выйти, но не должен дойти до моего мечника из-за зоны контроля. Блин, я тут не решился, где мне... Так, во-первых, бани, но это вместо Акведука. Тоже, кстати, хороший район, уникальный римский. Дешевле в строительстве. Плюс одно удовольство дает. Если рядом с геотермальными полями. Бани всегда дают дополнительный бонус. Плюс два жилья и плюс один к довольству. Кайф. Так, ну это надо сразу думать про производственную площадь. Наверное... Наверное... Ну, так как производственная площадка Меноломин имеет бонус, то надо сюда производственную ставить. Тогда сюда гавань... Не гавань, а бани. Ну и получится... Не знаю, кстати, еще... По идее тогда в Турине можно... Здесь бани... А здесь производственную площадь. Видите, и тут плюс пять, и тут плюс пять. Мы удалим. Тогда центр коммерции в Милане, видимо, сюда надо. Не хочу камень удалять. Ну, потому что... Что тут плюс два? Тут, наверное, плюс три будет за счет соседства с районами, но... А, хотя с другой стороны здесь тогда кампус надо. Да, все-таки придется сюда ставить центр коммерции и кампус. Как-то так придется камень все-таки удалить. Ну, я начну, наверное, с бань в Милане. Давайте еще пока светилище. Так, это мы до Африки доплыли, я так понимаю. Кстати, надо туда плыть, где-то Фес там должен быть. В Неаполе нехватка жилья. Ну, опять же, священное место построится, и жилье тут появится. Финикийские беремы. Библиотека, форусский маяк Перикол построил. Ну, правильно, форусский маяк, греки строят, все верно. Филиппа встретили. В Неаполе жилья мало. Сейчас смотрим. Во-первых, тут еще интересно, кто первый ходит, Болония или Венеция. Венеция. Еще и вылечилась, кстати. Соседство кампуса. Нет, тут мы ничего не принимаем, и это оставляем как есть. Так, тут маяк. Тут... Тут... Тут интересно. Ну, я бы, наверное... Ну, Виктор точно не нужен. Есть возможность мокшу, кстати, как изменить у него новые способности, плюс две веры за каждый специализированный район, и плюс он еще усиливает на 100% влияние. То есть, можно, в принципе, в Турин посадить мокшу. Или в Милан. Кстати, в Милан... Милан тоже тут вот влияет на те города. Слушайте, давайте в Милан. Тут и районов должно быть больше в будущем. Так, тут я начну с бани, как я и говорил. Лесопилки я же не открыл, да? Не открыл. Тогда, пожалуй, плантацию. Мне интересно, будет ли Гибралтар. Ну, я сейчас пойду в Фес. Или Гибралтар. Официально и нету этого чуда. Это только в этом... Бета-баланс-старт. В моде. Тогда не будет его. Жаль. Ну, вот это мне точно тут надо два города ставить, и тут еще город ставить. Тут я не уверен. Я подумаю. Ну, в любом случае, я сейчас коплю веру на то, чтобы покупать в золотом веке поселенцев. О, Александр. Сейчас посмотрим. Он ли воюет с Периклом? Ну, я думаю, что он. Судя по тому, что тут он еще и на территории Спарты стоит. Вообще, слушайте, это же не Спарта. Вот тут где-то ниже, по идее, должны быть, получается. Так, ну глянем. Он и с Венгром воюет, и с Греком. А с Венгром-то чего? А, это я походил сейчас. Это я, еще не было хода. Странное предложение от испанца. Пожалуй, откажусь. С радостью приветствуем делегацию Финикии. Финикия получила объявление войны от Египта. Египет объявил войну Финикии. Кайф. Давайте, кстати, дружбу, наверное, с Финикией. И делегацию, чтобы больше инфы получать оттуда. Так, торговые пути. Это я в Риме построил маяк. Теперь давайте кампус. Кстати, где тут бани? Бани только в двух местах ставятся. Ученичество пока отложим. Ну, кампус тут надо, конечно, сейчас ставить. Уже пускай наука какая-то. Я же не буду брать в следующей эпохе науку за соседство. Коммерческого района и гавани. Поэтому хоть какую-то я... А я и так отстаю. Прилично. Кстати, что по ресурсам я встретил Испанию и встретил гипс. Можно с Александром поторговать. И все. Он тут прям так... Может, ты железа... А, я железу, он не дает. Прям все деньги готов за вино отдать алкоголик. Блин, где же Фес? То есть Карфаген, по идее, должен быть здесь, например, понимаете, да? Ну, жалко. Жалко, жалко, что, конечно, нету Карфагена, а есть Финикия. Потому что это было бы прикольнее имху. Так, Турин растет. Наша религия в наших городах во всех есть. Надеюсь, сейчас Венеция будет Болонию обстреливать из катапульты. Давайте глянем. Может, Франция мне железа... Ну, они обычно, когда вот... Стратегический ресурс вот прям сейчас нужен, они не дают. Так, а что я в Милане построил? Светилище. Ну, баню. Жалко, конечно, что я сейчас потрачу 4 очка... Ну, 4 очка Эпохи получу за... За уникальное здание. Но его надо строить. Тут, блин, 9 ходов ждать. Я лучше вон подожду... Дуболома в этого... В Легион не буду апгрейдить. И, кстати... Мне даже не обязательно захватывать реально Болон. Болонию, потому что... Потому что... Если захватывает Венеция, то Болония будет просто уничтожена. То есть... То, чего я, собственно, и добиваюсь. Обратите внимание, что, по-моему... Сейчас... Венеция не использовала катапульту вообще. Так, тут один ход отложим. А, подожди, я не открыл. Я не открыл... Блин, а я вообще где-нибудь... Шахты ставил вообще. В принципе. То есть, может мне тогда без ускорения открывать промышленные зоны. По-моему, у меня вообще нету ни одной шахты. Да, там их три надо. Так что, пожалуй... Пойдемте-ка ученичество. Три хода. В Милане пока... Давайте в единую мельницу как раз. Там надо ускорить что-то. Госслужба... Я должен Римом ускорить госслужбу. Блин, все еще не видно. Фес не виден. Так, проверим религии. Это Испания. Рим-Финикия. В семи городах. Вот какой-то неизвестный православие в одиннадцати. Например, в Пелу попробуем распространить. В Неаполе священное место. Можно расти. Более всего плюс два производства. Амбар. Кампус. Плюс три. Жалко, жалко рядом с... Честно скажу, рядом с Везувием ставить кампус. Давайте я, наверное, гавань все-таки построю. Место центра коммерции здесь. Сюда. В Казенце священное место не будем ставить. Потому что, как вы понимаете, нам священные места только рядом с реками нужны. Блин. Болонья построила зачем-то катапульту. О! А вот и Средневековье. О, какие немножко раньше вышли. Черт, я думал еще долго. Блин, опять я не проверил. Но, в любом случае, мы берем монументальность, а не вольнодумство, чтобы покупать за веру поселенцев. А как мы это будем делать, это вы уже, пожалуй, в следующей серии посмотрите. И я вам в следующей серии буду показывать. Хотя спонсоры канала могут поискать следующую серию прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Сейчас второй Леша тут где-то внизу то же самое вам скажет. А на этом все. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok